В 85-м году я начал получать угрозы от своей жены о том, что ты должен покинуть квартиру и так далее. Бандюганы, кто угодно. Это были такие годы, не очень хорошие. А вы разведлись, а вам идти некуда. Валерий Павлович бывший военный, прослужил 26 лет. Давно стоит в очереди на получение жилья. После развода остался без квартиры с ребенком на руках. Я устроился работать слесарем. Надо воспитывать сына. Я обратился в администрацию городского поселения о том, чтобы меня поставили в очередь. Но для получения жилья необходима справка из воинской части о том, что служебное жилье было сдано. Получить ее, по словам Валерия Павловича, уже невозможно. Со своей тупиковой проблемой обратился к Денису Майданову. И таких непростых вопросов, по словам депутата, поступает немало. Есть вопросы долгие, которыми людьми занимаются уже несколько лет и не в состоянии решить. Где-то из-за неповоротности государственной машины, где-то из-за того, что есть оппоненты с другой стороны, которые тоже по-своему правы. И это, наверное, самые сложные вопросы, потому что они для людей актуальны. И мы здесь для того, чтобы помочь им их решить и восстановить статус-кво для обеих сторон. Кроме непосредственного обращения, парламентария рекомендует писать официальное письмо в приемную депутату Госдумы. Тогда вопрос переводится в юридическую плоскость и обретает правовой характер. В такой форме его дальнейшее разрешение может значительно ускориться. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».